Сегодня наш выпуск мы начнем с погоды. Жара и солнце, день чудесный. В Чувашу становилась аномально жаркая для этого времени года погода. Как облегчить себе жизнь, когда на термометре плюс 30 градусов? Подробности в нашем сюжете. Лето – замечательное время года. Время отпусков, путешествий, рыбалок, походов и поездок на дачу. Время, которое с нетерпением ждут абсолютно все – от студентов до пенсионеров. Но есть одно но. И это но – жара, которая абсолютно всех сводит с ума и мешает насладиться долгожданным отдыхом. А как справляются с жарой жители столицы Чувашии? Самое время узнать. Купаемся. Тепло же? Пошли купаться вместе. Очень жарко, конечно, но помогают головные уборы. На велосипеде катаюсь. И все? Водички пью. А еще? Стараюсь вести активный образ жизни. Крем от загара. Накрываться панамой. Тенек. 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 Песок, как страус, закопаться. Пьем холодную воду. Да, водичку. А еще? Купаемся. Входим в тенек. Нашу кепку. Пью холодные напитки. У меня волосы белые, они отражают солнечные лучи. Кого-то спасают светлые волосы, отражая солнечные лучи. Кому-то помогает крем от загара. Но это далеко не единственные варианты. В интернет-сообществе активно обсуждаются другие способы противостоять природе. Одежду одевать на мокрое тело после прохладного душа. Женщинам можно положить сырой холодный платочек на область сердца. Волосы также оставить влажными. Брызгать на лицо и тело из пульверизатора. Конечно, если женщина не накрашена. Никаких одеял, укрываться легкой простынкой из морозилки. Ну а остальное классика жанра. Тазы с водой и развесить сырые простыни вокруг. Еще некоторые одевают носочки, тоже из морозилки. Ну а что делать, если аномалия вокруг? Палящее солнце и высокая влажность воздуха самочувствие не улучшают. При такой раскаленной атмосфере невозможно заниматься повседневными делами. Да и попросту передвигаться по улице в светлое время суток. Что делать, чтобы в городской жаре не спалить свое здоровье? Охлаждаемся правильно по советам профессионалов. Обязательно пациентам нужно соблюдать психевой режим. Лучше всего брать с собой, если вы выходите из дома, или утолять жажду водой с несколькими капельками лимонного сока. Или сварить морсы свежих ягод или компоты с сухофруктов. Конечно, в такую жару хочется чаще бывать на свежем воздухе. Но рекомендуется не быть на открытом солнце после 11 часов утра и выходить на прогулку вечером после 4-5 часов. Если вдруг стало плохо, смочить носовой платок водой и приложить на лоб или на область сердца. Если это повторяется часто, становится плохо, нужно обязательно обратиться к врачу. Всегда учитывайте свои индивидуальные возможности и соблюдайте осторожность. Ну и, конечно, не забывайте про головные уборы и воду. Тогда лето и яркое солнышко станут вашими друзьями и союзниками в укреплении здоровья и создании хорошего настроения. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.